Сегодня у нас медиаток, он посвящен поведению редакции, медиа в соцсетях. Не секрет, что часто очень в последнее время, это мировая тенденция, появляется контент, который взят из соцсетей. И это бывает, конечно, и как инфоповод, и потом уже редакции продолжают работать, а иногда просто медиа берут, в общем-то, пост или фотографии и размещают у себя. Мы сегодня узнаем, как делать, в общем-то, правильно, чтобы не возникло никаких претензий. И сегодня у нас, как с моей точки зрения, замечательный подбор спикеров. Я представлю их для вас. И, наверное, начну я по очереди. Это Михаил Бурин, художник, человек, чьи посты и фотографии часто становятся, в общем-то, инфоповодом, а также контентом медиа. Алексей Козлюк, правозащитник Human Constant, а также программный директор фонда массовой коммуникации. Меня зовут Алла Шарко, я представляю пресс-клуб. Также Александр Жук, юрист. Ольга Родионова, журналистка Ку-Ку. Также с нами Александр Владыка, редактор раздела «Люди. Онлайнер». И Алена Лысакова, это помощница адвоката. И также Кристина Марчук, это корреспондент портала «Сити Док». Вот я всех представила. И мы сегодня также по скайпу примерно через час ожидаем включения Франа Ковичорки. Это координатор соцсети «Радио Свобода». Он расскажет нам очень много интересного. Я надеюсь, что все получится. Также в зале у нас сегодня присутствует, кроме тех, кому это просто интересно, я вижу редакции «Тутбай» и завестителя главного редактора «Медиагнитики». Есть представители «Барш», поэтому, Баррис Горецкий. Поэтому сегодня вы можете, в общем-то, задавать свои вопросы не только спикерам, но также и друг другу. Ну а мы будем начинать. И, в общем-то, первому я предоставляю слово Алексею Козлюку. Я напомню, это «Правозащита химок Константы», а также это программный директор фонда массовой коммуникации. И, держи микрофон. Алексей, расскажи, пожалуйста, вот начни. Почему сегодня это важно? Почему у нас сегодня такая тема? Спасибо, друзья. Добрый вечер. Я сейчас буду говорить немного такие банальные вещи, о которых, скорее всего, вы все знаете. Может быть, для того, чтобы как-то сначала структурировать дальнейшую нашу беседу и обозначить какой-то круг вопросов, которые мы попробуем обсудить. Я начну с того, что понятно, что социальные сети — это фактически неотъемлемая часть нашего информационного пространства сейчас и нашей жизни, в том числе и личной жизни. И то, что происходит в соцсетях, сейчас очень сложно отделить от того, что происходит в офлайне. Очень многое, что происходит сейчас с медиасферой, меняется именно под влиянием социальных сетей. На Западе об этом давно уже идет дискуссия. У нас, в принципе, тоже. Просто, возможно, идет в разных форматах. Если там это больше вопросы медиа-конференций, то у нас это такие споры в Фейсбуке по поводу того, что можно, что нельзя. То есть каких-то правил до сих пор нет и каких-то четких критериев, что хорошо, что плохо, у нас тоже нет. То есть мы учимся, мы ошибаемся, и, собственно, кто, как мы работаем над этими ошибками, будет определять наше медиапространство в будущем. То есть для западного медиарынка, то есть уже давно не секрет, что социальные сети являются источником информации и возможностью эту информацию распространять. Весь мир следит за вот этими, не знаю, 140 знаков президентских сообщений президента США. И это уже ни для кого не является каким-то сюрпризом, потому что это является как доверенным источником информации. Включая все вот эти ошибки, неточности и все, что там может быть. То есть люди пытаются интерпретировать, переводить и так далее. А при этом в прямом эфире CNN показывает лайв-трансляции из Фейсбука или из Ютуба по поводу всяких катастроф, инцидентов и так далее. То есть это уже никого не смущает. Плюс к этому есть вопрос с тем, что кроме редакции какие-то новости постят еще отдельные журналисты. И как разделить редакционную политику и твиты или посты в Фейсбуке отдельных журналистов. То есть должна ли быть какая-то единая политика у СМИ по поводу поведения своих журналистов в медиа? Что делать с блогерами, что делать с просто какими-то обсуждениями, которые возникают спонтанно, никто толком не знает. Плюс к этому, когда очень-очень хочется использовать какой-то контент из соцсетей, как правильно его оттуда достать. Для того, чтобы никого не обидеть и для того, чтобы не получить порцию критики в ответ. Ну и плюс к этому вы естественно понимаете, что если раньше вам что-то не нравилось в газете, вы пишете дорогая редакция. И дальше у вас идет что-то типа такой переписки. Возможно это выливается на страницах газеты по поводу вашего мнения о том, что они печатают. Сейчас вы конечно напишите в пост в Фейсбуке, что вот посмотрите, что там сделала то или иное СМИ. Это часть нашей реальности. Что с этим делать? Вот нужно думать. Я предлагаю как-то дальше двигаться по тем вопросам, как редакции оформлять контент в СМИ, как отдельным журналистам оформлять контент в СМИ. И как этот контент обсуждать пользователям. И как вот это обсуждение направить в какое-то конструктивное русло. И чтобы у нас сегодня не было таких обвинений в сторону белорусских СМИ, на самом деле это проблема, которая волнует всех. Я вот сейчас вспомнил, что осенью мы долго смеялись, обсуждая пост в Фейсбуке. Это был пост, связанный с одним очередным ураганом в Флориде. Наша знакомая редактор одного из крупнейших американских СМИ запостила фото, мол, где-то по улицам, уже наводненным улицам плывет акула. Там такой силуэт акулы. Вот посмотрите, что творится вообще. Ужас, ужас, ужас. Потом, конечно, долго извинялась, поскольку это фейковая фотография была. Конечно, если это бы случилось 50 лет назад, сложно себе представить, если вдруг там редактор одного из самых уважаемых крупнейших СМИ позволяет себе такое постить. Но тут посмеялись, извинились, вроде как инцидент исчерпан. Ну вот давайте исходить из того, что эти ошибки характерны для всех. И сейчас мы нащупываем вот эти пути, как сделать это все более этичным и в рамках закона. И, конечно, спасибо, Алексей. И, конечно, здесь такой есть нюанс. С одной стороны, есть медиа, которые берут контент. С другой стороны, есть те самые люди и пользователи, у которых берется контент. То есть хочется соблюдать права каждого человека. И действительно, правил никаких нет. Но мы сегодня попытаемся хотя бы нащупать какие-то стандарты, которые могли бы быть приняты каждой редакции. Сегодня у нас мы будем рассматривать несколько кейсов. И несколько редакций будут нам рассказывать, как они работают с контентом из соцсетей. И я с удовольствием передаю слово нашему гостю из онлайнера. Я напомню, Александр Владыка – это редактор раздела «Люди». Расскажите, Александр, как у вас в редакции работают именно с таким? Здравствуйте. Простите за эти кейсы. Сразу это то, что мы набрали с утра. Но на месте этих статьй могут быть любые другие. С тех пор, как журналистика перестала вертикально от информагентств доставляться через журналистов к людям, соцсети для нас – это источник информации, прежде всего. А вот эти все вещи, как авторское право, личная жизнь – это уже отдельная тема. Тут у меня была одна статья из Фейсбука, одна статья из ВКонтакте, одна статья из Инстаграм. Они все здесь есть, да? Ну да. Это, например, из Фейсбука. Это, например, из Фейсбука. Коллеги из Автомайера, я так полагаю, два пути есть. Или журналист сам натыкается, или присылает. Потому что аудитория активная, и кидают, если не авторы постов, то кидают своих друзей, или кто увидел ссылку. Через твиттер могут закинуть ссылку на Фейсбук, но это нормально. Дальше перед журналистом, если по авторскому праву, насколько я понимаю, юридически у нас все еще не определено и плавает, то у нас есть четкий принцип, это проверять достоверность информации. Поэтому журналист, мы не ставим просто так, вот увидели заслужжателей, или вставили, если механизм в соцсети это позволяет, и начали заниматься другими растениями. Поэтому журналист должен связаться с автором, взять комментарии, расширить эту новость. Ну, и заодно фактчекингом заняться. Вот это как раз очень хороший пример, потому что в этом примере есть не только... Это есть ВКонтакте, да, я так понимаю? Да, и тоже ВКонтакте. ВКонтакте для нас это популярная тусовка, то есть они вообще активные эмоции. Мы с ними всегда в обратной связи, поэтому они откликаются и контента кидают очень много инфоповодов. Вот, да, вот пост, вот связь, наверное, журналист, ну, не вижу, и комментарии еще третьего человека. То есть, ну, журналист, там, есть же у нас какие-то обязанности. То есть сейчас каждый может быть журналистом, но хоть как-то, чтобы поддерживаться профессиональные стандарты, вот, взяли, позвонили еще в объединение. И третье, что касается Инстаграма, да, инфоповодом была рабочая суббота, инфоповод на коленке взят, хэштегу, не знаю какого, ну, что-то с Белоруссией должно быть связано, вот, набрали картинок, но вот этот кейс я попросил поставить, потому что здесь у нас есть обратная связь с недовольным, с недовольным Инстаграмщицей. То есть это был человек, у которого взяли фотографии? Да, девочка позвонила в середине дня, ну, через несколько часов, и попросила удалить ее вставку. То есть мы Инстаграм вставляем, ну, те механизмы, которые позволяют Инстаграм. Вот, и такое часто бывает, то есть звонят люди, которые говорят, что на улице там сфотографировали, в кафе, в ресторане, но и здесь тоже. Вот, у нее было, сначала они гневно, потом, так, с уважением, потом с просьбой где-то просят удалить фотографию, потому что у нее там был текст, что я опоздал на работу, и, в принципе, я нифига не делаю сегодня, вот у меня кофе, вот здесь конфетки, там, и так далее. И она потом испугалась, что боссы ее увидят, и, ну, они не поймут. Да, то есть она, медиа, социальная сфера, она же развивается, молодая, и люди, ну, сами еще не научены, что все это вот выпущено, это может быть подхвачено любым спецнеком и разнесено. Вот, и без проблем убираем, никогда не жалко. Может быть, просто какие-то люди не знают, что их фотографии где-то уже в медиа? Да, ну, если открытый доступ, то он открытый, правильно? Если закрытый, то это закрытый, это отдельная история. Но в отличие, когда там какие-нибудь истории с госкомпаниями, или с комментариями, или с тем, что было произнесено, а потом люди требуют убрать комментарии, или там удалить статью, вот эти истории, то есть тут мы упираемся всегда. То есть такое не убирается, наверное, не знаю, там, пальца в одной руке хватит за всю историю онлайнера, чтобы посчитать, почему, наверное, по нашей ошибке мы убирали какие-то статьи. Вот, а здесь нет. А вот здесь это вопрос разумной достаточности, вопрос этики какой-то. Ну, от нас не убудешь, что зачем человеку создать проблемы. Поэтому вот убрали и стали друзьями. Ясно. То есть здесь все-таки эготическая сторона вопроса для вас? Да, да, да. Оно же вообще непонятно, правило. Поэтому надо оставаться культурным человеком, вот. Ну вот, мы же ничего не лишились. Проблем, надеюсь, я после не увидел это раньше времени. Вот, а коллеги не заскриншотили. Я так понимаю, Александр, у вас есть комментарии по этой теме? Вообще, вот человек размещает в открытый доступ в Инстаграм, например, в частности? Да, было бы интересно узнать, ну, чтобы вы объяснили читателям, потому что им, мне кажется, что обязаны. Ну, что я тут вернусь? Добрый день. На самом деле нет ни у юристов, ни у соцсетей единого мнения по этому вопросу. Здесь надо, наверное, с трех точек зрения подойти. Первое – это профессиональная этика самого журналиста. Но этика, на самом деле, это тоже право, которое не подкрепляется никаким принуждением. Поэтому исключительно сообщество, оно соблюдает те же нормы, которые оно и выработало. С другой точки зрения необходимо смотреть на правила и стандарты самой соцсети. Обычно Facebook, ВКонтакте, они публикуют, скажем так, стандарты заимствования или использования объектов авторского права. Но здесь возникает самый большой вопрос, опять-таки, о принуждении и о том, кто будет вообще рассматривать данное правонарушение и применять нормы ответственности. Если вы нарушили правила соцсети, вас, как правило, предупреждают и банят. Потом банят снова и в третий раз, и в итоге ваш аккаунт может быть заблокирован. И все. Собственно, нет никакого независимого органа или регулятора, куда вы можете обратиться. Вы можете написать жалобу в Facebook, вам скажут, ответят, благодарим за внимание. Ваша жалоба рассмотрена. Найдено или не найдено нарушение прав? Подтверждено или не подтверждено? Сомнительно, чтобы вы пожаловались на Facebook. Хотя, в принципе, это можно сделать, но это будет очень дорого. Потому что иск должен быть подан по месту нахождения штаб-квартиры Facebook. Соответственно, расходы на юристов, госпошлины, ведение процесса и тому подобное. Ну, собственно, возможно, вы станете первым белорусским блогером или журналистом, который победил Facebook или ВКонтакте. Ну, ВКонтакте ближе. И третье – это, собственно, требование белорусского закона об авторских правах. Там все очень сложно. У нас есть такое понятие, как свободное использование объектов авторского права, но там должно соблюдаться масса различных условий. То есть самое главное правило – если автор написал на своей фотографии или под фотографией, но в видном месте обязательно, что он запрещает использование, либо именно этой фотографии, да. Поэтому, опять-таки, если опубликовано несколько фотографий, то надо писать под каждой или на каждой фотографии. Причем писать таким образом, чтобы был виден этот запрет. Ну, желательно... Что касается, вот как раз удобно это для Инстаграма. Для Инстаграма, в принципе, мы же тоже перепощиваем там фотографии из Фейсбука, из ВКонтакта, берем их в интернете, на каких-то фотостоках и тому подобное. Вот. И если автор запретил, либо он, скажем так, просит, чтобы его предварительно спросили про свободное использование, тогда либо нельзя публиковать, либо необходимо спрашивать. Если вообще ничего, скажем так, не сообщено, ну, тогда надо смотреть на общие нормы. То есть, опять-таки, если это фотография, то в любом случае необходимо спрашивать разрешение. Если это текст, печатный материал по текущим событиям, по определенной тематике, который правомерно размещен, тогда как бы можно, но я еще тоже не все сказал, когда можно. Вот. То есть, вам надо еще разделять в зависимости от контента. Ну, мы еще вернемся, как бы, к юридическим вопросам и аспектам на конкретных примерах. Немножко в точке нады поставлены темой использования объектов авторского права в сети интернет. Александр сказал, что все сложно. Нет, на самом деле, я сейчас вам все предельно упрощу. Закон об авторском праве содержит одно общее требование, которое должно применяться всегда за исключением определенных случаев. И это общее требование гласит, что объекты авторского права используются с согласия правообладателя и с выплаты ему вознаграждений, если это не подпадают какие-то исключения. Также я позволю себе категорически не согласиться с Александром в плане того, что под фотографией или под контентом должно быть написано, что автор запрещает использование. И кто автор? Нет. На самом деле, закон четко дает понять, что даже указывать свое авторство ставить знак копирайта под произведениями не обязательно. И это ваша обязанность, это ваша головная боль как журналистов, как тех, кто берет контент, найти этого автора. Если вы не можете его найти, если это фото размещено в гугле, никаких, не знаю, технических или еще каких-то моментов, чтобы докопаться до того, кто автор, это вас не освобождает от ответственности ни от какой, автор может найтись и предъявить к вам претензии. Вот. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим о соцсетях, фото, текст, который, особенно фото, фото, которое размещено в соцсетях, вообще не подпадают ни под какие исключения, предусмотренные нашим законом. Все, на что вы можете ориентироваться, это правила конкретной социальной сети. Все основные и самые популярные социальные сети, которые у нас есть, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Instagram, YouTube, все предусматривают, что можно использовать, что другие пользователи социальной сети могут использовать произведения, которые загружены в социальную сеть, с использованием функционала этой социальной сети. То есть, если вы, как приводил уже Александр пример, встраиваете кодом на свою страницу фотографии из Instagram, то есть, если на них можно нажать и перейти сразу на сайт, вы ничего не нарушаете. Но если вы эту же самую фотографию, которая была в Instagram, сохраните себе на компьютер и разместите ее уже в таком виде у себя на сайте, вы нарушите правообладателя этой фотографии. Поэтому, если вы, ну, я понимаю, что много слов, много позиций, и чтобы вам не забивать голову, самая лучшая неюридическая статья, по моему мнению, написанная об авторском праве Беларуси и о том, как медиа должны подходить к авторскому праву Беларуси, была написана Федором Павличенко на сайте реформации. И вы все можете туда зайти и прочитать. Там по пунктам все расписано, общие правила, исключения, соцсети, то есть, все, что вам нужно знать, очень просто, очень кратко, расписано в его статье. Можете зайти в любой момент и ознакомиться, и спасибо ему большое. По-моему, она написана, на самом деле, идеально с юридической точки зрения и просто для других пользователей и так далее. Вы уже заметили, началась полемика юристов, да? Буквально две ремарки. Очень, да, очень коротко. Во-первых, я имел в виду, если автор запрещает, либо размещает какую-то предупреждающую надпись под своей фотографией, категоричного содержания, тогда, естественно, необходимо следовать этому запрету, либо надписи. Если надписи нету, тогда, естественно, мы используем общее правило. То, что касается, значит, прав, скажем так, правил соцсетей. Если правила социальной сети предусматривают возможность размещения фотографий не в соцсети, а на каком-то другом ресурсе, тогда, пожалуйста, размещайте. Вы, когда становитесь пользователем социальной сети, вы подписываете договор с соцсетью, и, соответственно, вы тогда обязываетесь следовать всем этим правилам. Если в соцсети размещать можно, пожалуйста, но если в соцсети написано, что только в соцсети, тогда на стороннем сайте нельзя. Если написано, что можно на стороннем сайте с указанием ссылки на первоисточник в соцсети, то тогда, пожалуйста, используйте. Ну, мы сейчас переходим к конкретному практическому кейсу. Я прошу передать микрофон Кристине. Кристина – корреспондент портала CityDoc. И Ваши медиа размещает информацию напрямую из соцсетей, так и обработанную. Вот у нас на экране мы видим подборку также из Инстаграма. Каким образом у Вас происходит? Я понимаю, что мне приятно очень, что у юристов даже нет согласия, потому что это говорит о том, что, ну, конечно, но если даже юристы не могут между собой прийти к одному мнению, то как уже журналисты, в общем, могут выводить? Согласия есть, просто вопросы точности. Вопросы точности – это всегда очень важно. Какие у Вас нюансы? С общего или с частного? Давайте вот, ну, часто. Вот, например, из Инстаграма. Такие подборки мы больше не делаем. Ну, это годовалой давности, да. Да, это появилось в начале прошлого года. Я не работала еще тогда, я не принимала участия в обсуждении этой темы. Я не знаю, какие были аргументы, мотивация там, и как это делать. Но факт, что такого рода подборки, там, минчане в раздевалках, минчане там-то, или там где-то отдыхают. Наверное, в дружках там. Да, да. Их было, ну, немало таких материалов. Ну, Вы сами, тут не видно, но на сайте видно, какие просмотры. То есть они по посещаемости были, ну, достаточно успешными. Вот. Но после нескольких случаев, когда люди просили убрать их фотографии, или жаловались, или звонили, и как-то с нами связывались, и были очень недовольны, то, что вот мы использовали их, ну, фотографии в подборках, ну, перестали делать это, потому что, ну... По этой причине, да? Да, да. Вообще, ну, мы действительно часто используем посты в социальных сетях изображения, видео, и это стало уже такой, ну... Очень часто факт появления записи в соцсети становится, ну, для меня или для моих коллегам, для моих коллег импульсом для того, чтобы написать свой материал. То есть это очень часто. И чем дальше, тем больше. Я не знаю, хорошо это или плохо, но на сегодняшний день реальность такая. И мы всегда по максимуму стараемся спрашивать разрешение у человека, который запостил эту фотографию или сделал запись. В этих случаях, когда там более 20 или 30 постов от разных людей, это было делать проблематично. Вот еще одна причина, по которой мы перестали это делать. Но, например, вот вчера у нас вышел материал «Бар Питер», который появится в пространстве бывшей галереи У. И фактически поводом для этой статьи также стали фотографии минчанина, известного Игоря Корзуна, который проходил там накануне вечером, увидел ремонт, сфотографировал, опубликовал. Ну, это, наверное, как-то странно, то, что не я там прошла, увидела, как учили меня в классической школе, а я увидела в соцсетях, и тогда уже сама стала писать себе материалы и исследовать эту тему. Ну, я говорю, не знаю, хорошо это или плохо, но вот такова реальность. И я связалась с Игорем, спросила ему, можно ли взять, он сказал, без проблем. Но мы в этот же день отправили туда своего фотографа, который сделал фотографии, ну, насколько ему это удалось сделать. И я связалась с владельцем этого будущего заведения и поговорила с ним, там, что будет, когда. И материал уже вышел только что. Там в самом начале Игорь Корзуна опубликовал такие фотографии. И дальше уже, ну, моя работа была, то есть мой разговор с этим человеком и фотографии нашего автора, сделанные специально для нашего ресурса. Вот. Но консультирующий адвокат и юрист говорит, что любой контент – это объект авторского права, ну, и вот поэтому мы всегда по максимуму стараемся спросить разрешение, можно ли использовать вашу фотографию в публикации или вот эту вашу запись в публикации. Вот. Ну, и также мы это делаем, чтобы проверить факты, потому что, ну, одно дело, когда ты берешь инфоповод стутбая, и другое дело с какого-то, ну, физ-лица, выражаясь таким официальным языком, там, когда это сделана фотография, как давно был этот случай, это тоже важно, потому что мы понимаем, что ответственность уже за, ну, эту новость или этот материал будем нести мы, я и вообще вся редакция. Вот. И еще, что я могу добавить на эту тему редакционная позиция, недавно у нас появилась рубрика «Веселые картинки», «FanPix» мы так в среде себя называем, и она тоже фактически основана на контенте из соцсетей. Вы, возможно, знаете эти группы смешные, ВКонтакте «Минск сейчас», это «Минск детка», иногда там очень интересно и забавно бывает порыться, потому что люди, ну, выкладывают какие-то смешные фотографии или необычные, или то, вот о чем они узнали первые, и концепция, концепция издания, в принципе, позволяет иногда играть, шутить вот с таким контентом. Вот. Но тогда тоже всегда делается ссылка, то, что фотографии взяты из этой группы, и также, ну, там, много усилий делается для того, чтобы узнать, как давно появилась эта фотография, действительно ли она сделана в Минске, ну, и узнать какие-то обстоятельства человека, ну, от человека, который ее выложил, может, он еще может рассказать больше, что уже нашу статью, ну, как-то сделать более такой богатой и содержательной. Ну, вот так вот. Кристина, мы хотели сегодня разобрать еще кейс, как раз связанный с нашим сегодняшним героем встречи, Михаилом Булиным, да, вот материал, который появился на Ситидок, когда Михаил Гулин написал на своей странице в Фейсбуке свои размышления о выставке, которая была в Минске. Расскажите, может быть, вот какую-то, не знаю, механику, как работал Ситидок в данной ситуации. Вот Михаил разместил у себя пост в открытом доступе, да, сразу говорил. Ну, здесь, насколько я помню, все было, ну, как-то достаточно просто и быстро. Все знали, что проходит в Минске выставка Сергея Шмура. Вот. И через какое-то время кто-то из редакции заметил, что вот Михаил написал очень классный, ну, такой отзыв, содержательный, такой... Ёмистый, как-то по-русски. Короче, да, очень-очень классный. Да, конечно же, нам захотелось его взять себе, потому что это важно, это интересно. И вот цифра 8016 тоже достаточно хорошая, если ты долго по просмотрам. Я позвонила Михаилу, сказала, здравствуйте, Михаил, можно взять ваш пост? Он говорит, без проблем. И мы его взяли, кажется, мы его немного переработали, написали свой заголовок, написали свой рит, это понятно, и, кажется, мы его разбили на подзаголовки. И потом, я помню, мы еще говорили о фотографиях работ, вот, и частично, по-моему, то, что я от вас получила, мы также опубликовали в статье. Одну из шести фотографий. Одну из шести фотографий, по-моему. Ну, Михаил, как часто вообще, вот ты размещаешь какие-то посты в социальных сетях, и как часто к тебе обращаются именно редакции для того, чтобы согласовать размещение? Ну, вообще, наверное, показалось, что я сильно возмущен следующим, вот, своим таким заявлением, где я откомментировал Сити, что одна фотография попала только из высланных шести, и откомментировал, что наша Нимова вообще не спросила разрешения. Но, на самом деле, я не сильно был возмущен, потому что я часто даже не подписываю свои картины, потому что в надежде, что кто-нибудь может оживиться на этом. Вот. И сделает что-нибудь похожее. Всем надо работать. Но, на самом деле, картины, картинки, фотографии – это художнический, как бы, продукт, и к ним все-таки надо относиться деликатно. Почему меня это возмутило? Потому что, в принципе, в свободном доступе, как мне объяснили, есть ваши работы, редактор уже что-то нашел, и, ну, по большому счету, вопрос решен. То есть, и я просто спросил, я говорю, может, выслать работы? То есть, я высылаю свои оригинальные фотографии, подписываю их, провожу какую-то, ну, плюс-минус работу, да? То есть, после того, как я публиковал пост, перепостили мой пост, и, ну, еще пришлите фотографии. Я раскладываю примерно, ну, по логике своего текста, подбираю это тоже, ну, не прямо вот так вот, все, раз-раз, надергиваю, все. Вот, у меня в хаосе все. И в итоге в начале вообще не попали фотографии. Ни одной не было в самом начале. Потом я уже написал как раз-таки еще раз, и тогда уже одна фотография попала. Ну, с точки зрения редакции, как мне представляется, вот, я, наверное, попрошу комментарии присоединяться, может быть, и медиакритика, и кто здесь присутствует из опытных редакторов. Вот в этой ситуации мы сейчас как раз говорим о том, что был взят пост из соцсетей, как инфопомод, и был сделан большой материал достаточно, и были спросили разрешения у художника. Но художник просто захотел добавить свои какие-то фотографии, да. Ну, какие-то фотографии были не взяты, но я сейчас просто не хотела бы уходить от генеральной линии медиатока, о том, насколько, как бы, вообще можно, нельзя брать. Мы просто с Михаилом переписывались во время всех вот этих дел, и я просто, как бы, мы с ним определились, что, в принципе, сами люди, размещая какой-то контент, фотографии или тексты в соцсетях, они не знают. Могут другие вот использовать это или нельзя? Могут ли редакции использовать свободно, без разрешения или не могут? Вот как, ну, например, наше анимо. Вот они просто взяли, это просто перевели на белорусскую мову. Да. И все. Ну, все же, картинки, видео, ну, например, вот опять же, я, как сказать, добровольно отослал в редакцию свои фотографии. Сейчас они находятся, ну, потенциально, да, находятся в редакции, ну, там, на компьютере у кого-то. То есть через, там, пару лет всплывут опять они где-нибудь в каком-нибудь, там, допустим, журналистском обзоре, и, возможно, я даже не узнаю об этом. То есть вот что случилось с моими авторскими фотографиями? То есть куда они были отправлены? И, ну, я просто этого не делал бы, и все, мне бы сказали, что да мы без вас найдем фотографии, редактор расставит все по местам. У кого-нибудь есть комментарий? Ну, я тоже, на самом деле, не вижу большой проблемы, потому что довольно часто бывает, когда Жигулис делает фоторепортаж, ну, слома, говорят, там, изглазцы фотографии, редакция публикует 10. Но, как бы, когда человек в штате, он к этому привык. Когда человек немножко просто, не знаю, как это работает, ну, на самом деле, это решает редактор. Вот по поводу того, что вы говорите, куда потом дальше пойдут фотографии, я думаю, тут уже, вот, правильно Кристина сказала, что надо уже будет уточниться в следующий раз, когда их надо будет использовать. Может быть, ваше мнение поменялось, может быть, вы за них захотите гонорар, или наоборот, не знаю, условно отказаться от авторства. Вот я бы предлагаю сейчас обсудить как раз вопрос использования, например, на нашей НИВЕ. Я думаю, что это не единственная медиа, которая просто берет это как пример. Мы разберем этот кейс. Вот художник публикует что-то в соцсети, потом оказывается, что это становится отдельной статьей. Вот. То есть это практика. Стаси Карпов, который написал про перформанс с вас с венцами, так само, ну, вот немножко там одно слово было изменено, потому что оно было не совсем литературным. И я спросила у Стаси, кстати, спрашивали у него либо нет. Была получена вещь, что нет, в данном случае разрешение не было получено. Но до этого наша НИВЕ, в общем, сказала, мы у тебя будем периодически брать твои посты и размещать их. И, в принципе, он знал, что гипотетически это возможно. Я бы хотела, чтобы кто-то прокомментировал, возможно, Алексей, насколько вообще правомерно брать без разрешения. То есть если мы размещаем соцсеть, вот даже со стороны каждый журналист имеет свой личный аккаунт. И если мы размещаем какую-то информацию или просто свои размышления на данную тему, ну, например, на эту тему, а завтра это появляется на каком-нибудь медиа. Я, поскольку люблю белорусские медиа, я, наверное, начну с того, как-то пару слов за счету нашей НИВЫ, потому что у нас с ними тоже была похожая история. Ну, как похожая? То есть у меня тоже был пост в Фейсбуке, который они захотели взять, они мне написали об этом. Но поскольку этот пост достаточно эмоциональный был по поводу истории с беженцами, истории с тем, как местные жители были против нашего офиса в Бресте, я попросил, окей, хорошо, можете брать оттуда цитаты, но я бы хотел какой-то более развернутый комментарий, который бы был, что ли, более сбалансированный, который был бы менее эмоциональным, потому что, ну, то есть чтобы решить проблему, мало наехать на конкретных людей, нужно еще как-то развернуть это. Но это был обмен, то есть это хорошо сработало, то есть он сработало на то, чтобы мы донесли нашу позицию. С одной стороны, с другой стороны, издание получило хороший контент. То есть в этом смысле как раз-таки хорошо написать, спросить и посмотреть, может быть, из этого выйдет что-то более интересное, чем просто перепечатка какого-то поста. С другой стороны, там как раз хорошо видно, что вот это вот глобус, да, который вот там, где время публикации, да, видите, и потом справа глобус. Это значит, что публикация была, скажем, доступна публично. В правилах Фейсбука указано о том, что будьте как-то, будьте уверены, не знаю, там, ознакомьтесь, примите мысль о том, что если вы публикуете что-то под таким значком, то есть доступным для всех пользователей Фейсбука, и в том числе для тех, кто может загуглить это все в поисковиках, то это могут увидеть не только пользователи Фейсбука. А это значит, что теоретически этот контент может появиться где-то еще. И в принципе, если говорить там не с точки зрения авторского права, там с точки зрения этики, а защиты частной жизни, то если вы публикуете какой-то текст в таком вот публичном доступе, то теоретически кто-то его может просто без спроса опубликовать где-то еще. Да, это регулируется правилами соцсети, да, вы как, например, будучи редактором, вы же тоже пользователь Фейсбука, то есть вы берете откуда-то этот контент, ну в смысле из соцсети, значит вы нарушаете правила использования соцсети. Теоретически с этим тоже можно поработать. Но вообще каких-то четких запретов на это нет. Но если бы этот пост был под замком, то есть только для друзей, вот в этом случае тут уже нужно четко представлять себе, что человек не хотел, чтобы эта информация вышла за определенный круг. А значит вы это желание проигнорировали. И тут уже вполне однозначно, что лучше написать, спросить, скорее всего получить отказ, потому что не зря же такая политика была выставлена. И плюс вот эти прекрасные инструменты, встраивать код соцсети в статью, для того, чтобы в любой момент, например, человек мог удалить пост, этот пост автоматически удалится во всех изданиях, которые его перепечатали. То есть это тоже хорошая практика, которая защищает приватность. Ну ладно, вопросы приватности, это совершенно другой пласт. Я думаю, что когда мы к этому перейдем, там будет еще больше интересных дискуссий. Конечно, тут еще комментарии на эту тему, и наши Нивы, и многих других изданий, на самом деле, с очень многими редакциями, которые сейчас здесь в зале, и все тремя, которые сейчас спикеры, мы работаем. Я помощник адвоката Декратского, не знаю, вы, наверное, знают. Вот, поэтому мне бы, конечно, хотелось сказать, что все, там, все редакции, все наши клиенты, все, с кем мы работаем, безусловно, соблюдают авторские права на контент из соцсетей. Но я так сказать не могу. На самом деле, 99,9% всех редакций так или иначе, когда-нибудь нарушали контент. Но тут вопрос в том, скорее, не то, что кто-то ошибается, а в том, как тот, кто ошибается, на это реагирует. Например, у нас была ситуация, я тоже по некоторым причинам не могу сказать название редакции, но редакция публиковала новость, и источником этой новости была статья на российском сайте. Честно говоря, у меня даже, ну, когда я увидела первоначальный вариант статьи, ну, у меня этот сайт, в принципе, доверие никого не вызвал, но ладно. И статья была посвящена очень таким пикантным особенностям личной жизни какой-то определенной женщины. И там было указано, что это женщина из Беларуси. И, ну, в этой российской статье было дано ее имя. И, в общем, на мой взгляд, журналист проявил блестящий подход к факт-чеку и к, как это сказать, к построению своей статьи. Он просто поиск этой женщины, ну, ее реальное существование или не существование в Беларуси, производил путем вбивания ее имени в ВКонтакте, в поиск. Вот ему выдала женщину какую-то с таким же именем, девушку, ну, плюс-минус похожую, ну, плюс-минус возраст. И он взял эту фотографию оттуда и вот к этой статье про очень, ну, там, ну, на самом деле, была о личной жизни, о каких-то там сексуальных контактах, о, ну, то есть, чувствительная информация, на самом деле. И там фото этой девушки. Вот, мы нашли девушку с таким же именем. Вот, возможно, это она. Вот. Ну, на самом деле, и тут и контент из соцсетей был взят, и согласие не было получено, и информация связана с личной жизнью, с приватностью. Инстаграм, Фейсбук, Твиттер – это огромная база данных, которые иногда споят, особенно, кто постоянно работает в социальных сетях, это замечают. И тот пост, который 10 минут назад был под замком, сейчас стал публично доступный. Через 10 минут он опять станет, человек, который этот пост написал, он этого не видит. Он мог этого даже не заметить. Поэтому я все же считаю, что в любом случае надо спрашивать разрешение перед публикацией, а не основываться на том, что вот пост доступен для публичного доступа. Спасибо за ремарку. И я про... Буквально да. Да, очень-очень коротко. Я согласен полностью, особенно в случаях, если это просто как какой-то личный, ну, пост личного характера, либо пост персона, которую нельзя назвать там медийной. Потому что если в случае, если это информация, которая представляет общественный интерес, независимо, даже если она под замком, ее можно брать. Но это опять же, лучше сначала позвонить своему юристу, показать это все, а потом после этого наделать скриншотов и только после этого публиковать. Потому что, в принципе, информация, которая имеет общественную значимость, общественную ценность, она может публиковаться, несмотря даже на авторское право в некоторых случаях, но особенно там, как-то цитировать в целях, оправданных, в объемах оправданных целями цитирования и так далее. То есть это можно делать, и даже нужно делать, в этом есть обязанность журналиста. Но здесь хорошо перед этим иметь хорошую поддержку со стороны юристов. И вообще тут так много говорилось про авторское право, и очевидно, что есть очень разное понимание и внутри юридического сообщества про разные нюансы. А редакторам нужен какой-то понятный инструмент, то есть чем пользоваться каждый день. То есть мы как раз работаем над таким инструментом в фонде массовой коммуникации, то есть мы готовим такой мануал для редакторов «Что можно, что нельзя?» Вот мне без участия, при прямом участии Алены. Поэтому такие инструменты, скорее всего, это и есть то, что нужно делать, для того, чтобы не возникало вот этих вот спорных ситуаций, для того, чтобы можно было какие-то простые, на простые вопросы быстро получить ответ. Спасибо. И я предлагаю буквально рассмотреть коротко кейс, который у нас остается, «Куку Орхо» Ольга Родионова. Вот у нас два слайда, да? Как-то теперьшние коллеги, будущие коллеги, я буду по возможности краткой, вот, и расскажу вам то, что называется «Внутряком» нашим. Вот, я думаю, меня, конечно, завтра коллеги побьют за это. Вот, но тем не менее, смотрите, как поступаем мы, ну, как бы в нашем издании. Значит, смотрите, то есть у нас, например, есть такая рубрика «Поздня». Как бы, потому что мы все, как бы, действительно, как уже сказали коллеги, ищем источники нашего вдохновения в соцсетях, и там их и находим. Потому что, например, мы приходим на планировку по понедельникам, и, ну, у кого что было интересного, кто что прочитал в своей линии. Ну, а вы не просто сидите в соцсетях. Нет, 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 мы приходим уже каждый со своим, вот, как это, подписанным блокнотиком, говорит, слушайте, у меня вот, как бы, вот хорошую тему здесь подняли, вот здесь подняли, вот здесь подняли. И, в общем-то, людям интересно вот это, давайте это опишем. Это, как бы, хороший, как бы, брейнсторм. Это работает. Вот, это, как бы, всем советую, будущим журналистам. Вот, но суть в том, что, например, как бы, часто, то есть, как бы, в своей линии телеведакционной мы видим, ну, реально крутой пост. Вот конкретно, вот, девушка Ольга Станецкая, которая является ательером, которая сама по себе совершенно потрясающая. Вот, она пишет у себя в Фейсбуке, ну, очень крутой пост. И мы просто, так скажем, обращаемся к ней, потому что, то есть, у кого-то там даже есть телефон, или, как бы, если этого нет, то можно человеку написать в личку и сказать, Олечка, как бы, котик, можно мы возьмем ваш пост? Потому что он просто крутой. В 90% случаев человек говорит «да». Если даже пост этот подзамочный, то ты ему просто объясняешь, что, как это, ну, это действительно крутой пост, и его надо, чтобы его увидело много людей. И человек в 90% случаев говорит «да». Вот. И поэтому, естественно, в конце мы обязательно пишем в той источник «Фейсбук Ольги Станецкой». Если ты нажимаешь на эту ссылку, ты переходишь, ну, просто конкретно на эту публикацию. Опять же, как это, так скажем, к вопросу об этике журналистской, что я хотела, как бы, для, ну, для всех, может быть, немножко отвлекаясь, сказать, что, во-первых, когда ты разговариваешь с человеком, надо для себя сказать очень простую вещь. Ой-ой-ой. Я сейчас... Когда Франк Вичерка звонит, поэтому... Ага, ну, давайте буквально полминуточки. Вот, что человек, который сидит напротив тебя, ты должен понимать, что он умнее тебя, и он знает больше, чем ты. И поэтому, разговаривая с ним, ты должен, ну, как бы, понимать, что у него информации больше, и если он поделится ей с тобой, ты поделишься этим считателем, то больше народу узнает о чем-то очень-очень крутом. И это немного, ну, как бы, каждый журналист должен понимать, ну, и постоянно использовать в своей работе. И, как мы и обещали, да, Франк Вичерка хотел тоже с нами поделиться. Вот, мы сейчас с ним свяжемся, и он расскажет нам также и о кейсах, и, в общем, поделится какими-то своими секретами, как он работает, каковы стандарты журналистской работы на Радио Свобода. У нас получается? Самое важное, когда вы бачили экран, значит, когда вы бачите экран, ну, Пауэлл Ко́льт, в этом случае, аниму и фейкс, значит, все. Я чувствую, что на Радио Свобода применялись все правила на пункт выкористания фотосинга, вида и текстового контента, по удрожнению других медиа белорусских, которые могут спокойно брать, задрисовывать, я скажу наше Нила, что где болезнь, то мы можем брать. На Радио Свобода заменчиваются американские потребования для выкористания, и в этом выкористании они ранее течились только выкористания со сроком массовой информации, теперь они течились как самое выкористание социальных сетов. Например, они могли брать праздники с фейсбука, с видера инстаграма, оставляются в наши материалы, и подписываться на утро, если нет, то это не было. Теперь, хотя потребование заменялись, мы повязаны на любые контент, он просто выкористовываем, отрымать однословое, особистый дозвол, письмовый, это может быть исповедованием, а социальность в сферке, имейл, это может быть смс, а либо слово письмовое это может быть отсвязать. Я вошел с некоторых прикладов, я просто это материал, контент инжек, комплекта не порушала иншая права. Есть миф у международных медиа, на нишу белорусских, что есть некий фейер-юз, мы перебруховываем, ставим кушечку, ставим автора, и этого достаточно. Такого нема. Ранее и шла говорка на фейер-юз выкористание 10 секундов видео, как фейер-юз у великих видеоматериалов. Они вообще звонили, например, 15-16 годах, когда международные инструкции, так само ходу к совету, кем я что ассоциация, потому что этот пресс поменяется. Теперь это не 10 секундов видео, нем, фотосдыма, гифка, заявляются нефт. Рау. Я не против народа. Мы начальше выкористовываем кинькиншки, как карты зефота. Например, когда вы зараз вычете экран, а теперь вычете экран, как я выполнен, это как раз дыма, кем мы отримали сначала дозвон, первым закрутить его на сайт. И тут обоисково требует подписать автора, кто мог храниться с какой бюджаре, и она хрысует цемь материалу, а не так само подписывается на вказды. А карты зефота выкористов сайты, на ваши ресурсы с должности от практического русского автора и социального шефа за какой лучшими. Когда вы это не сробит, то автор может выставить сам картинок за порушение авторска. Есть так само обиды, что можно расстроить скромшоты с YouTube и ставить на ставки своих материалов, текстов, репортажов. Это так само не авторска. тут ничего не прожить из фотосделек. Поэтому первым раскручать видео и поставить все по-другому 12 дозволов. Есть махчимость выставлять дозволов, когда у вас есть вкусная домовленность. На радость свободы у нас есть домовленность с делцем, что мы верим на дырки и то, что подписываем и они берут с нашей. У нас подписка на рейтарс и шатерстоп. Как правило, в этой публикации фотки передоходжены. Мы используем на вставленные посты. Но автор вставленные вставленные публикации вставленные Мы выставляли инстаграм посты в материал, который автор выделял. Тут не только радио свободы, но и всех. Когда мы выставляем контент контент, они уплывая на измест на его публикации. Есть аудиты, которые проводятся на медиакампаниях. Они продавляют существа и публикации за год, квартал, и выделяют тот контент, который уже сниг в социальных сетках. Они выставлены как им власти. Бывает конфликт интересов. Мы попросили несколько прикладов привезти, я вам приведу на приклад в мою презентацию, потому что я показываю вам, что я не фейс. В этом момент, когда вы выставили на радио свободы виде комсомольской правды, мы подписали комсомольская правда, мы поставили его на рекляс, али нам прислал юрист комсомольская правда месседж, что вы порушили авторские правды, пока мы не взяли дозволу на выкористане этого вида. Выставили нам рахунок за ровную ту колькость проглядженных видов 22 тысячи. Проглядывал, кольки для они могли зарабить на свои YouTube каналы. Мы могли включить 500-600 галов, потому что кривили материалы, которые можно запомнить, в этой мере мая право выставить вам и раз год, и раз 10 год рахунок сан користане материал. если вы на приватных профилях и это использование я продавляю, то тут облегчены ничего смогу и работа выставить вам не уже для множества потребовая снять материалом. Наверное, до Дагошной рели пару дней назад Мастарский музей опубликовал, нам нужно взять дозвол, першим перезалить его. Написать проведомления, тимачный экран, написать проведомления и музей витаране подпородина в Казахстан. Такого дозволу абсолютно достаточно. Мало что выпуска юридических разбираний что у нас есть так что максимум что может быть музей может открыть свой дозвол и таким образом мы подпородатное образование неотвратно это идея снять. Какого можно брать въезд дозволу? Только у в Казах подписка тебе мова. Так у Беларуси мало пропорционное законодательство на использование контента и социальных сеток, но я думаю что Беларуси должны выкрасить международные практики и американские наибольшие продовые открыты. Мы будем популяваться на бестерминовое в Казахстане ковроту. Сейчас я расскажу про проверку инфы. У нас было несколько кейсов на запрошенный год. И если просто четыре питания, на которые вы обязаны отказать перед тем, кто уникровать ту информацию, которую нашли с целью. Первое, кто хранится в этой информации. Если я дать вы особистую тему можно доверять, я покажу примеры. Есть первые святки, правило «Дзюк хранится на радость свободы святой». И оно другое, когда 50-ти годы это правило «Дзюк хранится». Развык незалежных от одного до дно. И когда это происходит, то нужно посмотреть, кто может подтвердить. Таким выводом на язык поделефоновать. Те официальным ладам, те родникам установят, это было. и проверить, это было. А я покажу терапевтику с коллегами, которые начали опубликовать информацию про заботы двух инкассаторов. Это было 23 года назад. Наш корреспондент повелось такое заботы со с посылкой на поведомнение Владимира Чудзинцова. Владимир Чудзинцов строил это социальные сетки, а наша коллективная Франция была основана на проверке этой информации. На первом мы проверили, что до Чудзинцова не было 100% доверия. Тогда мы решили позвонить Лостовскому. Лостовский на первый звонок сказал, что информация не потерялась. Мы залезли на Google map и проверили, где находится это место. И оказалось, что крама грустничка заходится на иншем мы близко до того, как опубликовать терминовую новинку. Мы позвонили в ростовскому проверили адрес, информация была не опубликованная. Мы позитивили фейт-ньюс. Другие в контексте смерти Алексеевича. Радосева была первая. Это был твит нового министра культуры. Он был расторожен замежными российскими и европейскими медами. И мы до сих пор дали первое. Мы позвонили сам Алексеевич. Это было все. Наш корреспондент отримал две эксклюзивные комментарии. А потом мы позвонили до министра артикультуры Франции. Иншие белорусские меди уже смогли обомликовать смерть. И уже ваши комментарии с почувальними. И вся эта сбок служба была заполнена с почувальними. Мы выросли репутацию Марата Инусова. Мы знали где он живет. И отримали оперативный комментарий что он не знает это алиби. И речь на то, что европейские агенции и live news с посылкой на фейсбук и вконтакте на фейсбук. И информация в этих трех кейсах была из российского социального 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 его кухня и конечных инструментов которые могут помогли. Самое важное важное того, что инструменты мы Мы переставимся в этой списке. Эти инструменты пропоновал нам Кристовы на тренингу редактор Белл и Пэт, который занимался расследованиями информации в интернете. Но я с вами буду рады поделить эту часть вступки на Google Doc, с ними этими инструментами, которые я буду в своих редакциях протестить. Как правило, вам потребны только три. Это заводать какие-то шутки по картинкам, это проверка метода один, у каждой картинке зашифрована, где была сработана эта картинка, как кто ее и автор, один может не сразу распознать фейл. И третья, максимальная. По хейсбуку, Твиттеру и Инстаграму можно шукать так само по диатегу, можно шукать по авторам и спать по дару. Для этого, например, у Твиттера, по сути, есть одни словы, даруськовая даржина, ухватки ярко, и я вам показываю, что была бы такая картинка, не доставленная в сочинении, чем вместе, а либо наоборот вы можете выбрать ее, то есть шукать, что все картинки из-за камеры. Это встречается, например, в журналистике, как ванной краудсерсинг-журналистике, когда весь врач информацию можно храниться, и обзвучаем к музею. Таких Твиттера, по сути, Инстаграм, по сути, у нас веб-стат, веб-стат инструмент, верьми-верьми, верьми, верьми. В общем, я не ушел, и мне было 10-15 лет, но я готов отпускать на пару лет. Мы собирались сразу, в общем-то, задавать ему какие-то вопросы, но качество связи, в общем-то, не такое, наверное, не позволит этого сделать. Есть ли у кого-то какие-то комментарии, может быть, я не знаю, сейчас по поводу того, что рассказывал Франок? Вопрос у Кристины. Ну, раз Франок и нет вопроса к юристам, Франок показал слайд, где они письменно берут разрешение на публикацию контента от Национального музея, и он сказал, что это лучшая, как бы, алиби на все случаи жизни. Означает ли это, что лучше всего и правильно брать именно письменное разрешение, сохранять эти скриншоты, ну, и как-то где-то их хранить на случай, если вдруг когда-нибудь появится какая-то конфликтная ситуация? Да, Франок был совершенно прав. Лучше всего брать письменное подтверждение. У нас допускается заключение устного авторского договора, но на публикацию исключительно текста, исключительно в средствах массовой информации. Поэтому, во-первых, очень сложно доказать, что устный договор был заключен. А во-вторых, если вы все-таки, как говорил Михаил, уважаемый, если вы даже отправили шесть фотографий, из них отобрали одну или не отобрали ни одной, то это совершенно не означает, что вы заключили договор. То есть факт отправки фотографий ничего не подтверждает. Поэтому наилучшее правило – письменный договор. Или хотя бы получение письменного подтверждения. А такой еще у меня вопрос. Например, наличие диктофонной записи разговора с человеком является подтверждением его слов? Косвенно является, но диктофонная запись – это не письменное доказательство. То есть человек может отречься от своих слов? Совершенно верно. Есть какие-то вопросы? Вот, кстати, мне это интересно, Михаил, все ли было понятно теперь? Ну да, но в принципе мне это стало понятно из нашей беседы, по большому счету. Единственный момент просто, что… подчеркнуть, что немножко художник все-таки по-другому относится к своим картинкам, да? Это не просто там фотография из моих, там, как я там что-то приготовил или куда-то пошел. То есть по большому счету я передаю, ну, как бы часть произведения. Иногда это, в принципе, может тиражироваться и уже подаваться как произведение. То же самое касается видео, ну, видео в большей даже степени. Поэтому, естественно, там, грубо говоря, для меня голубой период закончился, да? И я не хочу его видеть на сети-доге, там, допустим, под моим материалом, да? И я… он уже не актуален для меня, как для художника. Но он находится в свободном доступе, в сети, вот где-то нашли эти старые фотографии. Но мне уже это, возможно, будет неприятно видеть. Вот о чем я и говорил, что, в принципе, ты отбираешь картинки, которые, ну, считаешь актуальными сейчас. И которые тебя представят как художника. Вот в чем дело. То есть я не против их достоверности, и там, что редактор лучше, что-то ему показалось интереснее. Но просто вполне возможно, что на этот момент они потеряли для меня актуальность. И мне их будет не очень приятно видеть. Вот. Все. Я бы хотела сказать, что, конечно, здесь, когда медиа размещает какой-то контент из социальных сетей у себя на порталах, в общем, выделяют два подхода. И они оба связаны в той или иной степени с этикой. То есть одни редакции считают, что нужно в обязательном порядке связываться с источником этой информации, чтобы, ну, как бы, если не дружить, то пытаться дружить. И договариваться. Другие считают, что если это размещено в открытом доступе, то достаточно следовать каким-то правилам определенной социальной сети и указывать просто внизу источник. Вот. И как таковых правил в этике быть, наверное, не знаю, может, не может, Алексей? Вот может или не может? Можно как-то ввести такие обязательные правила? Ну, да, я могу попробовать ответить на этот вопрос и отнестись к тому, что говорил Франок, к одной из фраз, которая звучала о том, что мы можем использовать зарубежный опыт. Да, мы можем на что-то ориентироваться. На американский, в том числе, не знаю, на право Евросоюза, на какие-то кодексы этики зарубежных стран. Это все мы можем сделать, но вообще и понятие частной жизни, и понятие, и право, собственно, развивается в каждой стране с определенными отличиями. То есть это не всегда что-то, что навязано сверху. Это, возможно, что-то, что формируется внутри сообщества. Журналистского сообщества, того же юридического, правозащитного и так далее. Поэтому, да, мы можем видеть эти лучшие практики, но пока мы между собой не договоримся, как правильно, и не сделаем... Это, может быть, не обязательно для этого писать какие-то длинные кодексы, но это может быть какой-то... Ну что ли, устоявшийся порядок. Вот пока у нас в Беларуси устоявшийся порядок – это отсутствие всяких правил. И это, скорее всего, будет меняться, в том числе из-за того, что больше экономическая конкуренция между медиа. То есть в Штатах, как мы видим, все завязано на упущенной либо полученной прибыли. То есть мы посчитали, сколько мы могли бы заработать на этом, мы выставили счет. И это нормальная история. Скорее всего, в Беларуси это пойдет немножко с другой стороны. Скорее всего, мы будем скорее говорить про уважение частной жизни, про какие-то этические принципы и так далее. Ну, до какого-то момента, пока не сформируется рынок до конца. И здесь, можем ли мы говорить про этику? Да, мы можем и должны говорить. И мы должны даже говорить про какие-то правила. Например, тот же кодекс этики, в котором, возможно, какая-то часть вот этих принципов, не очень подробно, но принципы сами должны быть прописаны. То есть есть этический кодекс Белорусской ассоциации журналистов. Я не уверен, что там есть вот эти вот моменты, которые связаны с соцсетями, потому что, кажется, он писался тогда, когда это было еще не актуально. На самом деле, по поводу этики, по поводу реакции СМИ, на самом деле, я хочу сказать, что сейчас авторы и белорусские авторы, и зарубежные авторы начинают все чаще и чаще подавать претензии на нарушение авторских прав. И когда приходишь к некоторым редакциям, и когда проводишь какой-то семинар, воркшоп по авторскому праву, все так обычно как-то вяло реагируют на ну, окей, должны, ну, подумаешь, нет. Но потом начинают заниматься увлекательной математикой и считать, во сколько это может стать редакцией. А стать редакцией это может очень дорого, потому что пока не внесли изменения в закон, за каждое нарушение каждого объекта авторского права предусмотрена компенсация, автор может попросить, от 10 до 50 тысяч базовых величин. Сейчас базовая величина 24,5 рубля. Ну, допустим, было 5 фотографий, умножаем на минимум 10, умножаем на 24,5 и умножаем на 5. То есть чем больше объектов авторского права, тем больше автор может запросить. Плюс компенсация морального вреда. На самом деле, мы все понимаем, что в Беларуси все редакции, это не какие-то медиамагнаты, которые зарабатывают невероятное количество денег. Нет. Все деньги считают, все потом, когда увидят претензии, видят реальные суммы, все понимают, что да, окей, мы будем договариваться. Конечно, лучше урегулировать это до суда, чем довести это дело в суде и какие-то свои амбиции там выяснять. Это вот, это вопрос. Потому что этика может иногда быть обеспечена принуждением, причем таким неслабым финансовым для редакции, для того, кто размещает эту информацию. Алена, я бы хотела небольшой вопрос задать. Вы же понимаете, вот, например, что объект авторского права Антона Матольки был признан вообще социальным явлением? И как? Да, да, да. Я понимаю. Это на самом деле грусть и боль судебной практики белорусской, потому что, ну, как бы все, когда видят фотографию Антона Матольки, понимают, что если бы не обстоятельства, то и кроме кейса Антона Матольки было много других кейсов, где никаких проблем не возникало. И фотографии гораздо менее, ну, так, на первый взгляд, да, сложной обработки, сложной съемки и так далее признавались объектами авторского права. И никаких в этом плане, ну, проблем у авторов не возникало. И не надо всем бояться только этого кейса Антона Матольки, потому что он не единственный. И, ну, мы понимаем, что там специфический субъект на стороне ответчика был. Да, если это будет спор между редакциями, между обычными редакциями, то, или там, между редакцией и каким-то автором контента, то вероятность того, что та же редакция проиграет такой спор, если она незаконно использует контент, ну, ну, как бы, я не могу сказать его точно, но они гораздо повышаются, чем в случае с Антоном. Спасибо. А есть вот здесь много представителей разных редакций, и Тутбай, и Леди Тутбай, и Город женщин, и еще много разных порталов. Вот интересно, есть ли какие-то случаи, может быть, кто-то из зала захочет прокомментировать, когда вот человек, у которого взяли пост либо фотографии, попросил за это гонорар? Михаил Гурин, кто-то так оживился. Наверное, просто не просили пойти в гонорар, никто не просил. Ну, вообще, он, как бы, закономерно просить гонорар? Ну, вообще-то, гонорар просить закономерно, и более того, если вы не договорились о гонораре, то у нас действует постановление Совмина о минимальных ставках авторского вознаграждения, которым вы можете руководствоваться. Вот. Опять-таки, если вы не отказались от гонорара, опять-таки, письменно не отказались от гонорара, ну, вот у меня буквально небольшая ремарка. Первое. К сожалению, мы сейчас, наверное, выходим на этические правовые нормы для сообщества между редакциями, редакциями и авторами, но для определенных субъектов. То есть, это субъекты какой-то, ну, скажем так, частной формы собственности, да. Опять-таки, некие элитарные этические нормы, да. Ну, поскольку в известном случае суд принимает сторону известного субъекта. Это я про кейс с Антоном Матольком. Но я хочу напомнить, что планируется принятие изменений в закон об авторском праве и будут введены, ну, опять-таки, мы ожидаем введения открытых лицензий, Creative Commons. А согласно этим лицензиям, автор вправе разрешить свободное использование своего произведения. Ну, либо использование с определенными, скажем так, условиями. Ну, опять-таки, с обязательным указанием своего авторства. То есть, если эта лицензия будет проставлена на его произведение, тогда, скажем так, очень многие вопросы будут сняты. Потому что в настоящее время, к сожалению, мы не можем использовать ни американские, ни евросоюзовские, ни азиатские, ни тому подобные инструменты. Мы этот опыт можем перенимать, но судить будут белорусские судьи по белорусским законам. Если есть у кого-то вопросы из зала, вы можете задать. Да, пожалуйста, представьтесь только. Передайте крипасам. У меня не пытание, я хотел бы прокомментировать, после того, как мы послухали Франока, их недосвид. И то, что я веду и с моей в Беларуси, мне подается вось, что именно это наш белорусский закон, как и любой закон имеет преамбу, то есть основную мету. И она николи не разыходится с международными стандартами права. И, в принципе, коли читать, прочитывать кожный артикул наступный этого закона в межах этой концепции, то абсолютно заразумело для меня, что практика американская не повинна ни о кинчином разыходиться с практикой белорусской. Потому что авторства не надо отобрать, когда есть такая письмовая сгода. То есть есть два вида авторства. Это моральная и материальная частка. Когда человек автор, его не надо избавить авторства при любых умовах, то есть журналистская этика знания этого автора и назначить его в любом случае, как автора. Другие аспекты это использование материального авторского права. то есть насколько с дозволу автора публикуется каждый раз объект авторского права. То же самое фото. И если это сделано без дозвола автора, то он может по нашим законам потребовать за каждый выпадок не за каждый объект авторского права, за каждый выпадок порушения авторского права 10 минимумов минимум. Шмак этого безумовно шмак, потому что таких выпадков может быть так само шмак. Иншее питание, когда глядим на ситуацию с Матолько и великой там редакции, державной. То же самое можно сказать про иншего фотографа и некую великую незалежную редакцию. Та же самая ситуация будет. Только в нашей ситуации белорусский суд, как субъект, он обороняет державницкие интересы и в связи с тем, что у нас незалежная судовая система не иснует, мы маем такие выники. Но это уже вопрос про якость судовой системы. Таким чином, я просто как субъект из этого журналистской суперности для себя сделаю основу, что где бы там не была фотография, там ци видео, обовязково треба позначать авторство. Это первое. Другое обовязково треба иметь дозвол на каждую публикацию. И есть у меня питание, конечно, про тот выпадок дозвол, который был скриншотичен и присутничал, его можно интерпретировать. Когда есть дозвол, он может быть разный, письмо будет сказано, да, дозволяю, но вы мне повинны гонорар. А на самом речи это может не отбываться. И этим чином это доказать. Я думаю, и Александр подтвердит, что когда уже письмовая домовая, то она должна быть домовой. Дякую за вашу информацию. У меня подтверждение, да, наилучший вариант, это письменный договор, который более того содержит все существенные условия. Но это уже тема для отдельного медиатока. Я думаю, что тогда редакциям нужно большой шкаф еще заводить. Это просто кошмарный сон для профессии. Простите. Мне вообще не нравится очень эта тема. Как все это развивается. Юристы захватывают пласть над журналистами. Потому что мы вроде как договорились. перед началом кто-то стоял, кто-то сидел. Мы договорились, давайте сядем. Окей, все, все сели. А потом посмотрим, а у Алены кожаный стул, у меня тряпичный. все время будут возникать конфликты. Нам нужно конфликты возникают какие-то, чтобы их решать. Если нет каких-то важных глобальных событий, мы отвлекаемся на это. У меня одна надежда на один очень важный фактор работы журналиста это скорость и оперативность. И я бы хотел, чтобы юристы уводили не плоскость, с кем мы будем судиться. И вот этот какой-то просто абсурд сумасшедший. А чтобы вы подсказывали какие формы должна мутировать наша работа, чтобы мы могли оперативно давать информацию, а не бегать договоры письменные, прописывать условия все и превращать нашу жизнь. Перед тем, как сесть в автомобиль, вы все должны проверить, спущены у вас колеса или нет, вы должны проверить жидкость. Ну, да, и прочитать инструкцию, и вы приедете в последнем в итоге. То есть, ну, у нас же есть какой-то еще свой рынок, рынок новостей и медиа, поэтому, поэтому, не, не хотелось про что-то сделать. Я хотела бы Александру Маленьку такой вопрос задать. Вот, является ли, например, в личке, там, в фейсбуке, да, или в какой-то любой другой социальной сети, или там, не знаю, там, вайбере, в мессенджере, где угодно, как бы такая схода с автором, да, что вот мы берем ваш пост, мы берем вы не против, что мы свободно будем, как бы, вот размещать, потому что мы хотим, чтобы больше людей об этом узнало. Я лично не против. Пишите мне в личку, я дам согласие на размещение своих материалов, но завтра я вам отправлю сообщение о том, что мой аккаунт был взломан и согласие было получено не от меня. Ну, это просто так, вот, для информации. Конечно, мы не будем мутрировать, вот, и, естественно, я абсолютно согласен, что необходимо придерживаться в первую очередь каких-то единых, наверное, этических правил, которые не обеспечены силой принуждения. Вот, но, к сожалению, мы не можем предусмотреть абсолютно все случаи, ну, для этого существует закон. А вот, я просто хочу сказать, что перед тем, как садиться в автомобиль, необходимо убедиться, что это ваш автомобиль, что у вас на него есть документы, а все остальное это уже вопрос как бы вторичный. Да, тут действительно, когда юристы начинают говорить про эти моменты, слишком, ну, то есть, всегда вот эта вот склонность преувеличивать вот эти крайние ситуации, да, которых, скорее всего, там, меньше одного процента вероятности, что это произойдет. Но, если это произойдет, это будет дорого. А, юристы, конечно, хотят уложить все, все ситуации там в какую-то систему. И из нашей практики я тоже могу сказать, что большая часть ситуации, которые потом становятся конфликтными, могла бы быть за счет простого общения, за счет определенных мер предосторожности и обычного человеческого общения, это могло бы быть предотвращено еще до того, как возникла потенциальная проблема. То есть, здесь действительно стоит больше полагаться на этику и даже на внутреннее чувство журналиста, но хорошо при этом иметь, не знаю, какой-то мануал или там представление об общей договоренности, не знаю, за счет курса на журфаке по этой теме, за счет тренинга какого-то, который, в общем, для всех примерно имеет одинаковое содержание. Мне кажется, за счет этого можно решить вопрос до того, как он возникнет и не прибегать потом к помощи юристов, которые уже слишком иногда... Ну, это как с бухгалтерами. То есть, юристы, бухгалтеры, это... В общем, нужно журналистам редакциям повышать уровень своей медиаграмотности постоянно. То есть, как те же юристы постоянно читают, что в законах появляется. То есть, он также... На самом деле, ну, мы не ставим для себя цели какой-то действительно навариться тут на медиаграмотности и на всех семинарах, на всех лекциях, на которых мы участвуем, мы всегда рассылаем бесплатно абсолютно все материалы, образцы. Если вдруг в вашей редакции этого нет, образцы стандартных договоров, образцы претензий о нарушении авторских прав. Если вам нужны вот такие образцы... Поднимите, пожалуйста, руку, кому из редакции какие-то нужны образцы, мы выложим у нас на сайте. или там презентации где все это написано. То есть, ну, мы всегда нацелены на то, чтобы предупредить какие-то возможные конфликтные ситуации, чтобы наоборот, ну, чтобы все об этом знали и не допускали таких нарушений в будущем, просто чтобы нам потом не приходилось заниматься там судами и тратить вам свои деньги никому это счастья большого не принесет на самом деле. Спасибо большое. Ну, и я думаю, что можно подводить итог. Алексей, спасибо большое. В общем-то, ты это сделал за меня, потому что журналистскому сообществу, конечно, необходимо вырабатывать какие-то стандарты и, наверное, то, в чем все сегодня согласились, это в том, что нужно все-таки связываться с источником публикации будущей и находить какой-то общий язык, обязательно указывать, откуда это появилось, возникло. Ну, хотя бы, в общем-то, не бояться юристов, не такие они страшные. Вот. Если действительно нужны какие-то образцы заявления, вот просто даже интересно, мы можем создать банк данных каких-то заявлений на сайте пресс-клуба. Поднимите руку представителей редакции, кому бы это было нужно, правда. Ну, даже если есть и две руки, а их намного больше. Вот. Николай, выложим мы, да? Обязательно. Алена, с вас тогда мы рассыпем. Спасибо большое. И я хотела бы в конце сейчас сделать несколько объявлений. Вы видите, большинство из вас подписаны на нашу рассылку, заходят на наш сайт. 31 января в 19 часов будет лекция Кирилла Сухоцкого, популярный интернет-телевидение. Кирилл Сухоцкий это главный редактор информпрограмм телеканала «Настоящее время». Это совместный проект «Радио Свободы», «Радио Свободной Европы» и «Голос Америки». Мастер-класс «Настоящее время» состоится 1 февраля в 18 часов. Старший диджитал-редактор телеканала «Настоящее время» Николай Щетьков, к слову, из Минска, расскажет о видео, адаптированных для соцсетей. Этот мастер-класс будет проводиться по заявкам. Мы приглашаем вас их присылать. Участники будут отобраны. Так что смотрите, что у нас будет происходить. Будет много интересного. И также я передаю слово Алексею, потому что 10 февраля также будет очень интересное одно мероприятие. Алексей, у нас слово о нем. Спасибо большое. Лаборатория цифровой свободы «Химан Константа» как раз 10 февраля с небольшим опозданием проводит День защиты персональных данных и День приватности, где мы попробуем показать, какие бывают угрозы для нашей приватности, для частной жизни и что мы с этим можем сделать. И плюс, как с этим работать и простым пользователям, и журналистам, и бизнесу, которые зачастую становятся такими нарушителями. Это все пройдет в Имагуру. Совсем скоро будет официальный анонс мероприятия, так что следите и буду рад всех видеть. Следить где, на каком? В соцсетях, на фейсбуке в частности. Подписывайтесь на Алексея. Ну, то есть, в страничках Химон Константы и я думаю, где-то вы так или иначе наткнетесь на этот анонс. Большое спасибо всем, что вы сегодня пришли. Я надеюсь, что подобные медиатоки по медиаграмотности будут вам особенно полезны. Так что, всем большое спасибо. На улице холодно, не забудьте одеться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова